Повышение доступности жилья для населения и увеличение темпов жилищного строительства. Главные задачи программы – жилье для российской семьи. Начиная разговор, рассказывает заведующая отделом жилищной политики администрации Полевского городского округа Елена Махначева. В Свердловской области в рамках программы до конца 2017 года планируется построить 425 тысяч квадратных метров жилья экономического класса по цене до 35 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 80% от рыночной стоимости. Полевской – один из четырех муниципалитетов Свердловской области, где уже осуществляется прием документов от граждан, желающих принять участие в программе «Жилье для российской семьи». В программе могут принять участие 18 категорий граждан, которые определены у нас в постановлении правительства Свердловской области номер 115. В эту категорию входят у нас именно граждане, которым очень сложно приобрести жилье по той цене, которая установлена на территории, например, города Полевского. Но они нуждаются в улучшении жилищных условий. Это ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, семьи, имеющие детей двух, либо одного. Это работники муниципальных бюджетных учреждений и в том числе работники градообразующего предприятия. Для того, чтобы стать участником программы, в первую очередь необходимо обратиться в администрацию города, куда предоставить необходимый пакет документов. Для всех категорий граждан определен пакет документов. То есть гражданин предоставляет заявление, согласие на обработку персональных данных, документы, удостоверяющие личность его и членов его семьи, справку с места жительства, которая подтверждает состав семьи и регистрацию на территории Свердловской области. Документы, подтверждающие родственные отношения заявителей, членов его семьи. И также документы, которые подтверждают, что гражданин относится к одной из 18 категорий. Участник программы, кроме низкой стоимости за квадратный метр приобретаемого жилья, имеет возможность получения льготного ипотечного займа с государственной поддержкой. В Свердловском агентстве ипотечного жилищного кредитования, к примеру, минимальная ставка по ипотечному займу для социально-приоритетных категорий граждан, в том числе участников государственной программы, составит не более 12%. Гражданин может обратиться в любой банк, который находится, как на территории Полевского городского округа, так и в любой другой, который есть в Екатеринбурге, на территории Российской Федерации. Но вот уже изъявили желание поучаствовать в этой программе. Это Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. У них минимальная ставка от 10,3% до 11,15%. И банк, инвестору и банк. У них также низкие ипотечные ставки. И также изъявило свое желание на участие СКБ банк. На сегодня на территории Полевского городского округа отобраны проекты жилищного строительства компании «Северский трубный завод» с площадью земельного участка более 16 гектар. В течение 15 дней эта проверка проходит. Потом мы выдаем гражданину уведомления. И гражданин уже с этим уведомлением может обратиться при необходимости в кредитную организацию либо напрямую уже к застройщику, который реализует этот проект. Новая государственная программа по обеспечению российских семей жильем предусматривает и ограничения. К примеру, гражданин может стать участником программы только на одной из территорий, где реализуется данный проект. Граждане могут принять участие в любом проекте на территории Свердловской области. Они могут обратиться и в Первоуральск, и в Дегтярск, и в Салду, и в Нижний Тагил. То есть всего у нас таких проектов 12 на территории Свердловской области. Но поучаствовать только в одном проекте. Соответственно, мы включаем всех граждан в сводный список, в фонд жилищного строительства, который осуществляет вот эту программу. Они осуществляют проверку. И в случае, если гражданин подал в несколько муниципальных образований заявлений, то в эти муниципальные образования будут направлены уведомления о том, чтобы принять меру. Либо исключить человека, либо человек должен, гражданин должен выбрать какой-то один из этих. Прием заявлений на участие в программе осуществляется в количестве, не превышающем количество жилых помещений, предлагаемых застройщикам для заключения договора купли-продажи жилья эконом-класса. Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте администрации города. Ксения Болотенкова, Сергей Чужов. Новости Полевского.